САКО И ВАНЦЕТИ Ныне в доме находится музейный клуб дома Гафуровых, куда на правах музейного сотрудника я бы и хотела вас пригласить. Но прежде я расскажу о доме. Он был сооружен к 1898 году по проекту образцовых деревянных зданий в русском стиле с добавлением предложений заказчика. Проект был утвержден архитектором Черковским. Деревянный двухэтажный дом на каменном цоколе, а цоколь это подножие здания, лежащие на фундаменте, торцом поставлен по красной линии. Красная линия это границы участка. Основной его объем был расположен вглубь бывшего дворового участка. Зрительно фасад здания можно разделить на три части. Средняя часть немного выступает. Это и есть резолит. Резолит завершается треугольным фронтоном, который образован двускатной кровлей. Пространство внутри этого треугольника называется тимпан. Тимпан ажурный, резной, заполненный растительным орнаментом с крупными завитками. В центре тимпана суховое окно, но явно украшено мелкой резьбой. Оконные наличники украшены крупными растительным орнаментом, исполненным в технике глухой резьбы. Наличники завершаются треугольными фронтонами, как бы перекликаясь с главным большим фронтоном. Карниз украшен пропильной резьбой, которая по контрасту с мощными бревенчатыми стенами выглядит особенно легкой и ажурной. Особое своеобразие дому придает эркер, это выступающая часть дома. Эркер с высокой кровлей и легким ажурным балкончиком. В целом фасад, выходящий на улицу, асимметричен, то есть несимметричен. На эту же восточную сторону дома выходит и парадное крыльцо здания. Как же сложилась судьба этого дома? Встроя этот особняк, как родовое гнездо, Агафуровы были вынуждены его покинуть в 1919 году. Покинули они страну, оказавшись в эмиграции. Первоначально здесь разместились курсы для преподавателей национальных школ, позже – педагогический техникум. А когда ему предоставили другое помещение, то в доме расположились коммунальные квартиры для преподавателей и студентов. Расселили коммуналки только в 80-е годы XX века. И последние жильцы уехали в 1986 году. В 90-е годы начались реставрационные работы, которые не были завершены. Во время реставрации, а это огромный труд, был заменен нижний венец здания, то есть нижние бревна. Заменена кровля, восстановлено большое витражное окно и многое другое. Дело в том, что в 1962 году в этом здании был произведен ремонт под нужды жильцов. Парадное крыльцо убрали, так как пользоваться им было неудобно для того, чтобы попасть во все квартиры. Пользовались задним крыльцом, где была установлена коридорная система. Вместо большого витражного окна сделали два обычных. Затем это здание передали Свердловскому областному краеведческому музею. И в 2015 году открылся музейный клуб. Я вас приглашаю войти в этот дом и полюбоваться красотой сохранившихся лепных потолков и не только. Мы находимся в передней. Перед вами парадная лестница. Выполнена она из дерева. Вы, конечно, понимаете, что это новодел. По воспоминаниям первых жильцов, лестница была богато украшена деревянной резьбой. Лестница ведет на второй этаж, куда мы с вами сейчас и поднимемся. Как я уже говорила, в этом доме проживал Камалидин Агафуров вместе со своей многочисленной семьей. Вы видите, что эта фотография сделана в фотоателье «Терехов и сын» в нашем городе. Вы видите Камалидина Агафурова, его жену Бадагильнесу. А вот уже на этой фотографии мы видим все многочисленное семейство. В центре этой фотографии сидит Камалидин, рядом его жена Бадагильнеса. На фотографии можно увидеть сына Садридина и две дочери, Суфия и Морзия, которые сфотографированы вместе со своим семейством. А вот на этой фотографии мы видим сразу трех братьев – Камалидина, Зайнедина и Кашифедина вместе со своими близкими, но уже в эмиграции. Мы видим, что семейство Агафуровых значительно поредело. На этой фотографии можно увидеть старшего сына Зайнедина, Нуредина, который погибает во время землетрясения в Йокогане. А теперь давайте рассмотрим убранство этого дома, который в Екатеринбурге до революции считался одним из самых дорогих по устройству, хозяйственным и эстетическим качествам. Обратите внимание на потолок. Мы видим, что потолок лепной. У Агафуровых он был не просто лепным, он был цветным и еще и позолоченным. На стенах был рисунок. На полу лежал линолеум натуральный на джутовой основе. На этом потемневшем от времени куске линолеума можно увидеть едва различимый рисунок. И для того, чтобы понять, каким он был, мы видим рисунок реставраторов, которые воссоздали цветы на этом линолеуме. Мы видим, что здесь используются желтые, синие, зеленые цвета. За моей спиной располагается дверь в кабинет. И по парадной лестнице Агафуровы могли подняться в кабинет и пригласить туда особо почетных гостей. В прихожей второго этажа есть еще одни двери. Эти двери ведут в самое большое пространство – это парадный зал. Вы видите, что эти двери имеют в своем рисунке восточные мотивы. Сами Агафуровы были татары, мусульмане. И в убранстве этого дома прослеживаются элементы восточного стиля. Я вас приглашаю пройти в этот зал. В зале много света и воздуха. Это достигается благодаря тому, что потолок выполнен чуть выше, чем в соседних комнатах. Если вы обратите внимание на потолок, вы увидите, что по периметру идут листья аканта. Также можно увидеть сетчатый рисунок. И по четырем сторонам выполнены по два рога изобилия. Рог изобилия – как символ богатства купеческой семьи. В каждой комнате рисунок лепных потолков различен. Если мы с вами обратим внимание на окна, то мы увидим, что они выходят на главную улицу. Окна верхней своей части были украшены цветными стеклами. Лепнина на печах, к сожалению, утрачена. Перед вами муляжи печей. У Агафуровых было шесть печей на первом этаже, пять печей на втором этаже. Украшены были изразцами. В нашем доме хранится вьюшка одной из печей. Выполнена она из плава металла. Вы видите, что не очень интересная оборочная форма. Круглая дверца. И, открыв эту дверцу, мы видим с вами непростой механизм. Вот с такой необычной спиралью. Эти двери ведут в парадную столовую, в которой мы с вами скоро окажемся. А сейчас мы с вами пройдем в гостиную. Потолок гостиной имеет необычную форму. Мы находимся с вами внутри эркера, выступающей части дома. За балконными дверями располагается ажурный балкон. Мы видим с вами потолок с рисунком, который изображает букеты цветов, веточки роз или шиповника. Есть предположение, что в гостиной после званого обеда или ужина хозяйка дома могла пригласить своих подруг в гостиную и выпить чашечку кофе или чая. Украшением гостиной является большое витражное окно, единственное в этом доме. Мы могли видеть это окно с южного фасада этого здания. А за этой дверью, где находится парадная столовая, начинается та часть дома, которая не реставрирована. В центре столовой, вероятно, стоял большой стол. По стенам могли размещаться буфеты со столовым серебром и текстилем. Если мы с вами посмотрим на потолок, в целом на всех потолках присутствуют барочные мотивы. Здесь мы также видим следы утрат. И здесь очень хорошо видно, что потолок выполнен из папье-маше. Реставраторы, которые воссоздавали потолок, они тоже выполнили его в такой же технике. Мы предполагаем, что лепные потолки были сделаны под заказ в Москве или в Санкт-Петербурге. Для этого дома специально. Потому что в тот период в нашем городе мастеров такого уровня, возможно, не существовало. В столовой у нас размещен вот такой интересный экспонат. После реставрации мы здесь разместили сливную трубу, которая когда-то находилась на кровле. И вы видите, что, находясь высоко, эта сливная труба тоже имеет декоративное украшение. Это прорезная резьба. Это красивые металлические цветы, которые украшают ее. Из парадной столовой можно попасть и на веранду, и в кабинет хозяина. Я вас приглашаю. Мы пройдем на веранду. Веранда второго этажа небольшая, но очень уютная. Веранда остеклена, и мы видим очень интересный оконный переплет. На веранде также можно увидеть и сруб дома. Дом выполнен в виде буквы Т, Т-образной формы. Как я уже говорила, что именно с южной стороны пристроена двухэтажная веранда. Под нами находится веранда первого этажа. И у Агафуровых был выход с веранды в сад. Если мы с вами посмотрим на пол, вероятно, он имеет ту же давнюю историю, как и дом. Можно увидеть, что шляпки-гвозди имеют неправильную форму. Поэтому есть предположение, что пол не меняли со дня его основания. А сейчас мы находимся в кабинете хозяина. В него можно попасть из парадной столовой, можно попасть из переднего второго этажа, поднявшись по парадной лестнице. В кабинете хозяина, как правило, окна выходили во двор или в сад, для того, чтобы хозяин мог спокойно работать. В кабинете хозяина стоял письменный стол, кожаный диван с высокой спинкой, где хозяин мог отдохнуть. А взглянув на потолок, мы видим, что лепные украшения здесь более скромные по своему рисунку. Это одна из немногих подлинных дверей, которая сохранилась до наших дней. По рисунку этих дверей реставраторы воссоздали и другие двери этого дома. Эта дверь ведет в спальню. Арка соединяет спальню и будуар хозяйки. По воспоминаниям первых жильцов, арка была другого цвета. Кто-то вспоминает, что была она снежно-голубого цвета, кто-то вспоминает, что была она фисташковая. Также она была покрыта или позолотой, или серебром. Так как детская была разделена на две комнаты, и образовался будуар хозяйки, и лепнина выполнена была несколько позже, мы с вами видим, как цветочки собраны в пучок. Это относится к стилю модерн. Еще одна подлинная дверь в конце коридора ведет в бывшую умывальню. Как известно, дом Агафоровых был благоустроенным. Здесь был водопровод, вода подавалась насосом. Из подвального колодца был ватер-клозет. Это единственная комната, где реставраторы начали расцвечивать потолок. Но, к сожалению, работа была не завершена. Вы видите здесь оттенки голубого, синего, зеленого цвета. В той части потолка, где нет цвета, возможно, стояла печь, так как в умывальне требуется много горячей воды. Кроме того, что здесь стояла ванна, это была умывальня, у Агафоровых также во дворе еще имелась баня. А вообще территория вокруг дома была достаточно обширна. Во дворе находился каретный сарай, конюшня, баня, ледник, хозяйственные постройки. За ними располагались сад и огород. Как вы видите, план дома имеет Т-образную форму. С южной стороны пристроена двухэтажная веранда. И сейчас мысленно мы с вами еще раз прогуляемся по второму этажу дома Агафоровых. Поднявшись по парадной лестнице, мы можем оказаться в зале. Из зала можно попасть и в гостиную. Из парадной столовой несколько выходов. Можно пройти на террасу или крытую веранду. Из столовой можно попасть в кабинет хозяина. И затем мы переходим в коридор. Это внутренние покои семьи Агафоровых. Мы видим с вами спальню, которая соединялась с детской. Когда дети подросли и им предоставили другие комнаты, детская была поделена на две части. И это стало будуаром для хозяйки. Между спальней и будуаром находится великолепная арка. Из коридора также можно попасть в комнату для приезжих. И в конце коридора вход в умывальню. Затем мы можем спуститься на первый этаж. Мы спустились на первый этаж. По внутренней лестнице современной. А вот лестница, которая была создана при Агафоровых, давно уже исчезла. Мы находимся с вами в столовой первого этажа. Планировка первого и второго этажа идентична. Если над нами находится парадная столовая, то здесь, вероятно, собиралась на обеды, завтраки, ужины. Вся семья Агафоровых. Мы видим с вами, что потолок носит следы коммунальной жизни. Утраты, которые здесь можно видеть, они достаточно велики. Но также хорошо сохранилось и лепное украшение. Мы видим с вами по периметру гирлянду из фруктов и овощей. Мы видим с вами также барочные мотивы. Очень хорошо видны следы коммунальной жизни, так как во всем доме была устроена коридорная система. В большей степени потолки сохранились. Из столовой Агафоровы могли попасть на веранду, в гостиную и в спальню. Если вы были наблюдательны, то могли заметить, что такой рисунок повторяется. Вы видите также букеты цветов, веточки роз или шиповника. Над нами находится комната точно с такой же планировкой, с таким же выступом эркерным. Там находилась на втором этаже гостиная. Отличие гостиной от этой комнаты заключается в том, что здесь нет большого витражного окна. Вместо него мы видим с вами глухую стену. Это говорит о том, что здесь было мало света, что комната была уютная и удобная для спальни. Вероятно, это была спальня старшего поколения Агафоровых. На первом этаже у Агафоровых была контора, где они решали свои деловые вопросы. Как известно, Агафоровы были успешными предпринимателями в области торговли. Из конторы можно попасть к главному выходу и спуститься по парадному крыльцу. На этом наша экскурсия завершена. Я вас благодарю за внимание и предлагаю посмотреть новые сюжеты из дома Агафоровых. Субтитры создавал DimaTorzok